Еще раз всем привет, канал за нами уже выехали на связи. Немного полихорадило на выходных социальной сети и СМИ. Ааа, Каспий Банк может отправиться в пучину дефолтов вслед за Банком Астаны. Причиной стала массовая рассылка по мессенджерам сообщения, в котором неизвестный пока автор призывал всех снимать деньги с депозитов Каспии, так как у Банка якобы проблемы, а руководства Банка так и вовсе уже нет в стране. По этому поводу была куча вопросов к нам, что мы по этому поводу думаем. Сегодня расскажем, почему руководство Каспий Банк отработало информационную атаку в разы лучше своего конкурента из Банка Астаны. И вообще поразмышляем на тему, а был ли это дым без огня? Поехали! Есть такое мнение, что нас казахстанцев вкусным мясом удивить невозможно, но в Астане есть ребята, которые бросили нам вызов. А в столице совсем недавно открылось заведение с сочным названием «В мясо». Судя по фото и видео, проект на самом деле амбициозный. Сэндвичи, хот-доги, больше 10 видов бургеров. Отдельная фишка – это бургеры с мраморной говядиной. Парни гордятся тем, что используют исключительно натуральные, качественные, только свежие продукты. Всякие бургеры и в этом плане стоят далеко позади. А цены вполне себе адекватные, для столицы так вообще огонь. Собственно, есть мнение, что нужно прийти и потестить, и насколько там реально вкусно. Сами мы этого сделать, к сожалению, не сможем, но вот подписчикам из Астаны советуем. «В мясо» открылись по адресу болжанамушилы2b. Неделю после выхода этого ролика специально для наших подписчиков на те самые бургеры с мраморной говядиной будет действовать скидка в 10%. Просто приходите, говорите, что от нас. Все контакты мы оставим в описании под видео. Там же будет ссылка на страницу «В мясо» в Инстаграм. Кушайте много, кушайте вкусно. А, блин, это же не наше. Ну, короче, бегом в мясо, тестируйте и пишите нам, как вам. Блин, в первый раз пожалел, что живу не в Астане. Каспи-банк Начнем с того, что слухи о проблемах в Каспи-банке возникли сразу за непродолжительным техническим сбоем в работе предложения в четверг, 1 ноября. Кроме сообщений в мессенджерах, фейковые релизы получили и редакторы некоторых СМИ. Паническая волна быстро стала раздуваться, и вот в субботу главе Каспи-банка Михаилу Ламтадзе пришлось реагировать. Записывая для СМИ социальных сетей официальное обращение. Многие его так уже видели, но все равно встаем. Сегодня 3 ноября, суббота. Многие из вас получили какие-то странные сообщения о том, что меня нет в городе, у нас какие-то сложности. Я в офисе, работаю, на следующей неделе у нас будет классная презентация. Несмотря на субботу, мы здесь все делаем все для того, чтобы эта презентация прошла круто. У нас будут крутые сервисы на следующей неделе, которые мы будем объявлять. А вам всем от чистого сердца, от всех наших ребят желаю классной субботы и хорошего времяпровождения. Не верьте глупостям. Видео, кстати, далеко не всех убедило, мол, сомнительно. А вы, Михаил, точно в Алматы? Меня опять терзают смутные сомнения. Такой видос можно запилить откуда угодно. Но журналисты пошли дальше, съездили к нему в офис и записали еще один комментарий, но уже на фоне Алматынских гор. Собственно, суть обращения такая же. Я тут никуда не сваливал, в банке все в порядке, работаем в прежнем режиме. Что по этому поводу можно сказать? Ну, Ламтадзе крут. Четыре года назад, помните, когда был мощный девальвационный скачок, а когда банки на самом деле стало шарашить, по сетям также пошли сообщения о скором крахе. Ламтадзе тогда также не бегал от журналистов, напротив, он собирал пресс-конференцию, где 40 минут отвечал на вопросы журналистов. Также были введены некоторые изменения в работе отделений банков, собственно, продлили время приема населения. Тогда руководство обратилось к инвесторам, нашло 300 миллионов долларов для поддержки, о чем дополнительно также было озвучено на пресс-конференции. Мало того, всем желающим выдавали вклады по депозитам без каких-либо проблем. То есть, в первые пару суток также была отработана информационная атака. Люди, которые приходили в банк, встречали руководство, чуть ли не сам Ламтадзе, и также объясняли ситуацию. В итоге многие разворачивались и уходили, не трону в свои сбережения. По разной информации, тогда на пике этой волны вывели что-то в районе 10% депозитов. Для банка тоже ощутимо, но не смертельно. С другой стороны, Каспий получил волну лояльности от аудитории. Ситуация была очень серьезной, но народ подкупал вот этот чувак, который общался с людьми на полном расслабоне, ни бровью не пошевелив, не показав, что у него проблемы. А сравните при этом с тем, как вело себя руководство банка Астаны в недавнем прошлом. Да, конечно, информационная атака была на порядок жестче. Если здесь в качестве автора рассылки стал ноунейм, то там нуждан Назарбаев. Но все равно. Каспий Налжас Токтаров отреагировал не так оперативно. Да, были публикации в сетях, один выход в СМИ, но затем банк почти сразу подтвердил проблемы, введя ограничения на вывод средств с карты депозитов. И лимиты стали ужесточаться. В этой ситуации так дешево погасить пожар оказалось уже невозможно. Плюс руководство отделений банков на местах было не в силах адекватно общаться с населением. Там просто не было никакой информации. Если Каспий наливал клиентам чай с печеньками, а специалисты спокойно общались с народом, то в банке Астаны до этого, к сожалению, не додумались. По сути, ведь несложные шаги, но посмотрите, насколько они оказываются действенными. Так получилось, что банковская система Казахстана у нас вообще никакого доверия не вызывает. Есть стойкое ощущение, что схлопнуться может кто угодно в любой момент. Можно ли винить население, что оно так чутко на эти слухи реагирует и ломится спасать свои деньги? Нет, конечно. Вот тот же банк Астаны вам яркий пример. Деньги зависли, сколько месяцев народ их будет вытаскивать, до сих пор неизвестно. А многие, у кого депозитов было больше, чем на 10 миллионов, так вообще со своими кровными распрощались. Еще соответственно ситуация. Чтобы не допустить падения банка и состава руководства в прошлом месяце, даже вывели сына Дельбека Джексебекова. Не говоря уже про многомиллиардные вливания из Нацбанка. Экономика в жопе, деньги отпустили тонуть, и руководство банков ловят на кражах. По поводу вышеназванных банков ничего говорить не будем, нет доказательств на руках. Но у нескольких банков только в этом году отозвали лицензии. И перманентный страх народа в этой ситуации – это закономерное явление. Отвечая на вопрос заголовка, нужно ли сейчас волноваться за Каспий Банк, если бы ситуация была в абсолютном вакууме, в идеальном мире, то мы бы сказали, что нет. Это пока, наверное, единственный банк, где умеют работать с информацией и отражать атаки. Финансовые показатели у банка вроде тоже в порядке, ну и по слухам крыша тоже у банка довольно серьезная. И тем не менее мы живем в Казахстане, где, блин, вообще невозможно что-либо прогнозировать. Да, в конце данное наблюдение, которое давно есть – голосовые рассылки в социальных сетях. Вот оно, зло вполне себе реальное. С одной стороны, нет веры в СМИ, но с другой стороны, друзья, когда приходят сообщения от ноунеймов, без фактов, но пытайтесь делить информацию на два, а лучше на четыре. Мы не говорим, что все фейк, но много и правда должно образно отправляться в мусорку, не распаковываясь. Все на сегодня, не забудьте в комментариях написать сумму, которую Ламтадзе заплатила нам за публикацию этого ролика. А еще подписывайтесь на канал, за нами же выехали. Мы пытаемся плавать в информационном потоке и расставлять все по своим местам. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!